Салют, братишки и стрёнки, микрофона Мистер Кей. Добро пожаловать на Ревентроу Плей, сервер Джастис, либо, если проще говорить, второй сервер. Сегодня мы будем продолжать здесь игру, и в прошлый раз я у вас спросил, куда мне пойти? ФБР, полиция, банды, либо мафия? Варианты очень сильно разделились, поэтому я всё-таки решил выбрать то, что мне ближе. То, что я давно хотел, это попробовать поиграть за агента ФБР. У нас будут очень интересные РПшки, серийные убийцы, маньяки, террористы, перестрелки, захваты банков и много всего интересного. В общем, ФБР это действительно круто, поэтому приглашаю всех играть со мной. Если вы будете играть здесь, то указывайте при регистрации промокод, который есть в описании. Ну и ссылка на скачивание игры, если вы ещё никогда не играли в GTA San Andreas Multiplayer, тоже есть в описании. А что же, я подал уже заявку в ФБР, он находится, штаб, ну штаб-квартира ФБР находится у нас в городе Лас-Вентурас, туда мы сейчас и будем отправляться. Заявку мы достаточно быстро рассмотрели, одобрили, что самое главное. Так что нам остаётся только приехать и, так скажем, вступить туда. Не забывайте ставить зверские лайки, подписываться на канал, если вы ещё не подписаны. И, кстати, я забыл сказать, когда стоял ещё дома, что я там посмотрел в настройках дома и включил себе аренду. То есть вы можете, наверное, прийти и арендовать у меня комнату, либо колька места. Я не знаю, как это работает, вы сами можете прийти лично и посмотреть. Я поставил цену 50 долларов, опять же, не знаю, за сколько это будет брать, за час, за день. Так что приходите, посмотрите и напишите, пожалуйста, в комментариях, как это работает. Может быть, я убавлю цену, либо, наоборот, подниму её. Ну и, в принципе, вы сможете жить в моём доме, если эта система работает именно так, как я её представляю. Вот здесь вот располагается штаб-квартира ФБР. И знаете, когда ты смотришь на такую зелень в пустыне, то сразу вспоминается Дубай. Хорошо, ребята, постарались, богато живут. Здесь у нас стоит шокбаум, я не уверен, что смогу его открыть. Открыть. Да, мне это недоступно, поэтому давайте припаркуемся где-нибудь здесь и дальше прогуляемся пешком. Всё, закрываем нашу машинку. Всё, машинку закрыли, погнали туда. Ох, волнуюсь я очень сильно, потому что я очень любил, когда я играл в GTA SNES мультиплеер, фракцию ФБР. Она мне прям доставляла огромное удовольствие. Я не буду говорить, на ком серии я, конечно, играл. Здесь может быть всё абсолютно по-другому. Но, тем не менее, это прям ностальгия для меня. Здесь очень много разных машин. В принципе, количество транспорта здесь прям удивляет. Есть и чёрный фургон, и вот такие вот престижные машины представительского класса. Круто. Я, кстати, вот думал, поставить мне модельки, заменить мне модели машин или нет. Здесь можно всё сделать гораздо красивее. Тоже пишите в комментариях своё мнение по этому поводу. Ладно, я тут вижу, кстати, какие-то агенды. Я даже не знаю, честно говоря, к кому подходить. Так что форму сват. Так что давайте к кому-нибудь обратимся, наверное. Например, к этому человеку подойдём. Здравствуйте, сэр! Он такую сигарету закурил. Круто выглядит. Они все, знаете, тут сват собрался, полиция собралась. У них наверняка сейчас намечается что-то очень серьёзное. А тут я припёрся своим вступлением. Мою заявку на вступление в ФБР рассмотрели и сказали приехать. Он уже понял, что... Да, он уже понял, кто я такой. Окей. И что мне делать? Они, оказывается, приехали только что с ограбления банка. А тут я реально припёрся такой. Ладно. Они попросили дать несколько секунд. Так что давайте здесь постоим. Проходите на первый этаж. Хорошо. Я очень сильно волнуюсь перед таким ответственным моментом. Но ничего. Ничего. Ух, тут ещё и сват построился. Ладно. Шикарный у них офис. Большой очень. Надеюсь, у меня будет свой личный кабинет. Понятное дело, что поначалу меня примут в Академию ФБР. Я буду проходить обучение. Готовиться ко всему. Познавать, так скажем, их стиль. Жизни заново. Надеюсь, вам понравится именно рубрика реальной жизни ФБР. Будни ФБР. Не знаю. Называйте как хотите. Я, оказывается, название ещё особо не определился. Но уверен, будет очень много интересного здесь. Следуйте за мной. Что случилось? Я попросил администрацию меня вернуть, потому что случился какой-то баг. Так что всё. Продолжаем. Буду считать, что этого не было. Он у меня спросил, был ли у меня до этого опыт в этой сфере. Да, я работал в полиции какое-то время, а затем был частным детективом. Так что такой человек вам нужен. Давайте. Берите же меня с распростёртыми объятиями. Хотя, я думаю, здесь каждый второй такой умный приходит. Да, я очень сильно к вам хочу. Я там-то, там-то работал. Сейчас буду крутым агентом. Но нет, сюда попадают только элитные ребята. Он сказал, что моя заявка была одобрена. И меня приглашают вступить в ФБР. Как же элитно это звучит. Всё. Я вступил. Добрый агент Том Харман сопроводил меня до раздевалочки. Отлично. Давайте переоденемся. Так. Форма. Выбор формы. Хм. А, я, получается, ещё могу одежду какую-то надеть. Я, правда, не знаю, что мне надевать. В чём ходят рядовые сотрудники. Наверное, в этом. Давайте спросим, правильно ли это одежда. Нет. У них рядовые сотрудники ходят вот в таких вот пиджачках. Солидно, на самом деле. Я бы в таком директору пожелал ходить. Ну, ладно. Я не против. Солидно. Солидно. Ну, хотя вот эти вот, на самом деле, курточки ФБР мне всегда нравились. Так. И жетон, мне говорят, надеть. Тут были несколько ещё вещей. Объекты на тело. Значок. Судя по всему, мне нужно нацепить... Давайте его вот так вот спустим вниз. Так вот. Всё. Красиво. Красиво. Элитно. Значок надели. Ииии... Нужно, получается, выйти на дежурство. Всё. Взял свой жетон. Не уверен, надо было мне этот значок надевать. Ну, окей. Всё. Я готов, господа. Мы по каким-то очень странным пустым коридорам куда-то направляемся. Нифига себе у них здесь полигон. Прямо в здании у них огромный тренировочный комплекс. Что-то круто. Круто. Всё ж. Будем слушать нашего босса. Я так понимаю, что... Рик Геннист. Рик Геннист. Это лидер. Да. Рик Геннист. Надеюсь, я правильно произношу его имя. Это лидер ФБР. Что ж. Будем знать своего прямого начальника. Прибежал ещё один... Так понимаю, стажёр ФБР. Отлично. Пришли несколько агентов. И что-то сейчас интересное будет намечаться. Берём оружие. Главное мне сейчас не умереть. Потому что когда в прошлый раз встал, я сразу умер. Какой калибр? Вот этот Дмитрий прям разбирается. Сразу спросил, какой калибр. На ваше усмотрение. Окей. Можем взять любое оружие. Посмотрим их выбор. Выбор оружия здесь действительно большой. Ну давайте возьмём, наверное, МП-5. И всё. И всё получается. Мне сразу дали много патронов. Окей. Я уже стрелял из МП-5. Поэтому я решил выбрать именно эту пушечку. А Дмитрий знает себе цену. Сразу видно русский. Калаш взял. Окей. Окей. Так, готовьтесь. Хорошо. Можем пока, наверное, размяться. Побегать. Тренировать мышцы. Раз, два. Так, заходите. Заходите туда, получается. На полигон. Хорошо. Заходим. Задача ликвидировать вражеские цели. Разбежались. Аааа. Хорошо. Я не вижу вражеские цели. Но давайте, наверное, где-нибудь здесь пока что сядем. За контейнерами. И будем ждать. У меня тут бронежилеты. Я, кстати, нигде не взял бронежилет. Да и... А, у других ребят есть бронежилет. По крайней мере, у нашего лидера. Ну ладно. Надеюсь, я и без бронежилета справлюсь. Возможно, его надо было брать в раздевалке. Или еще где-то. Так, я вижу чувака напротив. И его, по-моему, положили. Ага. Ага. Окей. Окей. Так. Возможно, мне этого нужно нейтрализовать. Но я не уверен. Это вроде мой. Вражеские, скорее всего, с другими... ...никами должны быть. Пока что здесь будем находиться. Вот так вот займем позицию. Есть очень хорошее такое место. И эта сторона просматривается. И та сторона просматривается. А еще лучше, знаете, подняться, наверное, повыше. Давай, 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 давай. Залезай. Неужели на этот ячек нельзя залезть? Ну же. Ё-моё. Да серьезно? Я просто боюсь вот так вот... ...то, что сзади забегут. Так что надо туда-сюда перемещаться. Он, слушайте, хорошее оружие взял. Он может стрелять прямо во время движения. Ага, я вижу. Вижу там кого-то. Кто-то идет. Так. Так. Где ты? А ну, вылезай. Так. Он где-то там. Давайте, наверное, вот тут вот аккуратно обойдем. Попробуем отсюда пострелять, может быть. Ага, вижу его. Так, у меня попал. Я в него тоже попал. Отлично, я его завалил. Там еще аптечка вышла. Отлично. Давайте заберем аптечку. Как раз-таки выставим наше здоровье. Здорово, слушайте. Первый террорист, первый противник. И мы его уничтожили. Класс. Так. Хорошо справляетесь. Круто. Круто. Мне нравится эта тренировка. Она такая прям энергичная и интригующая. То есть, там вроде кто-то пробежал или не показалось. Я все-таки хочу попробовать подняться наверх. Давайте аккуратно сейчас здесь залезем. Привет зрителям. Пит Корда пишет. Питер Корда. Я не знаю, кто такой Питер Корда. Может с этого ящика попробовать? Или с этого? Последняя волна, сказали, сейчас будет. Мне очень хочется залезть наверх и отстреливаться сверху. Давай. Давай. Надо разогнаться здесь. Наверное. Вот так вот. Опа. О, отлично. Но на этот ящик я все равно залезть не могу. Вот ящики поставили, на которые почему-то нельзя залезать. Это обидно. Очень обидно. Очень хорошая позиция сверху могла бы быть. Хорошо. Все, давайте тогда опять будем держать оборону с этой стороны. Так скажем, с той стороны агент и с этой стороны агент. Мы сможем его без проблем зажать. Врага нашего. Так, я вижу врага. Вон там он стоит. За этой трубой. Он пытается в меня выстрелить. Окей. Перезарядка. А здоровье-то я пополнил или нет? Давайте попробую еще раз взять. Опа. Все, пополнили. Он, кажется, как-то по пингу в меня попал. Так. Давай, вылезай. А, он с пистолетом. Я понял. Я понял. Он с пистолетом. Хорошо, хорошо. Он вообще с разным оружием был. У него и пистолет был, и дробовик. А у меня скиловки хватает, чтобы, так скажем, бегать и стрелять одновременно. Но, помимо нас, там был еще один, и он все еще там бегает. Его как раз таки и зажимают. Одеваем форму снова и ждем. Меня ФБР на самом деле больше привлекает не с вами перестрелками, а вот именно детективными расследованиями и все в этом духе. Так что, я хочу именно на этом направлении делать. Расследование убийств, всякие захваты и все в этом духе. А перестрелками пусть сват занимается. Судя по всему, здесь сейчас собралось все бюро. И скажу вам честно, я думал, что сотрудников здесь меньше. Получается, три новобранца, грубо говоря, еще пару агентов. Я не знаю, как скины различаются, что зависит от всего этого дела. Все, присаживаемся. Послушаем слова нашего директора. Первый день. Надо заводить новые знакомства. Пока что я познакомился только с Дмитрием. Да и то, мы просто вместе участвовали в тренировке. Начнем внеплановое собрание. Сегодня была проведена тренировка, но этого мне не хватает для отчета. Поэтому для отчета ты решил провести собрание. Все ради отчетности. Вот знакомое, знакомое чувство. ФБР все ради отчетности делается. Я даже помню, как свои отчеты постоянно писал, 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 много писал. Появилось расследование. И, естественно, мы отправимся на дело. У вас есть пять минут на готовность. А мне тоже нужно отправляться туда. Свободно. Хорошо. Пять минут на готовность. Но я не уверен, что... Возьми броник и оружие. Это мне написали. Окей. Окей. Там какое-то расследование намечается. Будем участвовать, значит. В общем, суть такая. Здесь, я так понимаю, уже в курсе, как что работает. Я не в курсе. Абсолютно ничего пока что. Но дело 0013. Похищение человека. Находится он где-то в районе авианосца. И нам нужно попытаться задержать. Сдержать, обезвредить похитителей, судя по всему. И спасти жертву. Отправляться на задание мы будем на фургоне. Точнее, один фургон. Там водители Хоумса. Все остальные на автомобилях. Все. Идем на парковку. Оружие у меня. Все остальное тоже у меня. Так что сяду кому-нибудь на пассажирское. Пока я здесь не освоился. Я вперед в себя же лезть не собираюсь. Авианосец находится в Сан-Фьерро. Не знаю, почему предполагаем место нахождения авианосец. Скорее всего, где-то в районе. Может быть, в доках. Потому что там порт рядом. Но мне нравится подход. Мне нравится подход ФБР. Здесь реально, мне кажется, интересно играть. Мне кажется, какой-то актив происходит. Но сразу хочу расстроить тех, кто думал, что сейчас он сразу начнет. Ну, зарегистрироваться на сервере и попадет в ФБР. Не. Как оказалось, тут мне далеко не многие рады. Потому что я попал в ФБР очень быстро. Но чтобы сюда попасть, люди прям дерут жопу. Реально дерут жопу. Так что готовьтесь тоже драть жопу, если вы все-таки хотите стать агентом. Есть информация, что цель до сих пор на авианосце. Значит, наша цель все-таки на военной базе. Хотя, судя по виду, она неактивная. То есть, там ничего нету и просто удерживают заложника. Нам нужно захватить цель любым способом, но оставить ее в живых. Это будет непросто сделать. Чтобы любым способом, так еще и в живых оставить. Ну, ладно. Так, там шлагбаум стоит. Значит, все-таки активный. Не знаю вообще. Не знаю, что здесь активное, что неактивное. Начинаем действовать. Начинаем захват. Так, я сразу, пожалуй, возьму дробовик. Опа, я вижу. Я вижу цель. Там действительно на авианосце кто-то сидит. И, скорее всего, это похититель. Действуем. Я за другими побегу. Вот за этим парнем, например, сейчас побежим. Давай, давай, чувак, перелезай. Я за тобой. Ой, я за тобой, так скажем, буду прикрывать тебя. А, они попуете решили? Хорошо. Тогда я тоже прыгаю в воду. Придется намочить свои штаны. А здесь точно какая-то жертва? Или нам просто надо схватить похитителя? Ну, давайте аккуратно будем двигаться вперед. Здесь все чисто. Здесь никого нету. Они пошли выше. На лестнице тоже чисто. Поднимаемся. Работает FBI! FBI! Open up! Это так клево. Так. Здесь тоже чисто. Давайте сюда будем двигаться потихонечку. У меня, правда, бинт никакой не подготовлен, чтобы я там что-нибудь сказал. Типа, бросай оружие на землю! Ну, ладно. Так. С одной стороны чисто, с другой стороны тоже чисто. Он куда-то... Он сто процентов здесь. Он куда-то побежал. Давайте проверим, наверное, тогда эту сторону до конца. Так. Здесь чисто. Все. Здесь никого нету. Сто процентов. Эта область чисто. Сектор чист. Сектор клин. Ладно. Побежали тогда на нос корабля. Преступник на палубе, говорят. Он поднялся на самый верх. Хорошо. Поднимаемся наверх. Я так понимаю, что это не прям похищение. Это... Поимка преступника, который совершил похищение. Они провели расследование. Дело 0013. И... Все в этом духе. Ну, и судя по всему, они уже обезвредили преступника. Он просто наверх поднялся. Хорошо. Хорошо. Значит, мы сработали как надо. Его окружили и застали враспох. Мне кажется, он сейчас прыгнет. А мне кажется так? Он стоит буквально на носочке. И судя по его виду, он из русской мафии. Берем его под конвой и прямиком в допросную. Повели. Директор вызвал вертолет на авианосец, чтобы быстрее добраться до бюро. Ну и плюс, его, наверное, с авианосца не снимешь. Потому что там нету лестницы, к которой, может быть, все привыкли. Видите? Фургон никак не подъедет. Меня просят остаться на палубе, остальные по машинам. Круто! На вертолете! В первый же день на вертолете пролетимся. Это наш вертолет? Больно он. Больно он! Не аккуратно приземлился, как минимум. Может, это военные? Я просто не ожидал, что прилетит Каргабоб. Я думал, прилетит Маверик четырехместный. А здесь, блин, Каргабоб прилетел. Мы что, назад его будем загружать? Это реально ФБР-овец прилетел. Ах, обаузеть, у них тут вертолеты летают в ФБР. Они как-то загрузились в вертолет. Охренеть, ребята! Вот такого я точно не ожидал. Здесь, оказывается, можно прямо в вертолет загрузить целую группу и передвигаться огромной толпой. Так еще и десантироваться можно. Это ж какие тут захваты, наверное, интересные происходят. Круто! Вот это очень круто! Такого я не ожидал. Для чего похитили девушку? О, если он ответит, то сейчас узнаем, с какой целью он похитил какую-то девушку. Я не читал это дело. Я вообще никакие дела-то не читал. Но теперь, судя по всему, перед каждым подобным рейдом нужно будет ознакомиться с делом, чтобы понимать, в чем суть дела. Либо же мы будем составлять даже собственные расследования и дела. Он ее похитил, наверное, для того, чтобы изнасиловать. Меня попросили его обыскать на наличие оружия. Так что сейчас проверим все его карманы, куртку, штаны, да трусов его обыщем. Ох, у него есть оружие Desert Eagle и АК-47. Я конфисковал все его оружие. Странно, что он не оказал сопротивления нам. То есть, видимо, побоялся, что мы его просто пристрелим. С таким оружием... Так еще и на авианосце можно было оказать сопротивление. Кажись, мы прилетели и выгружаемся. Как неожиданно. Только что были на авианосце и уже здесь. Вот это технологии, блин, шикарный вертолет у ФБР. Огромный респект им за него. Они будут продолжать его допрос непосредственно в допросной. А я на этом моменте, наверное, буду завершать первую серию по игре за ФБР на серии Revantrop Play. Присоединяйтесь. Ссылки в описании, как я уже сказал. Не забывайте использовать промокод. Обязательно регистрируйтесь именно на втором серии Justice. И большое спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно вам было интересно. Вы поставите свои заверские лайки. Подпишитесь на канал. И будете смотреть будущие выпуски. Что ж, у микрофона был Мистер Кей. Всем хороших игр, хорошего настроения. Удачи и пока.